В квартире Вячеслава Степанова дожди идут в любое время года. Мужчина считает, что виновата во всем дырявая крыша, которую не приводят в порядок с 2005 года, с тех самых пор, как он тут живет. Вот, на меня уже капнуло. Вот, да, вот, прямо по плафону течет, а остальное стекает туда и там капает. Ремонт Вячеслав Степанов делал в квартире сам. На это ушло три года. Теперь все гибнет в воде. Лампочки не работают, ламинат разошелся, гипсокартон разбух. Компенсацию от управляющей компании пенсионер после очередного затопа получал. В этот раз хочет не денег, чтобы в квартире стало сухо, наконец-то починили крышу. Случится ли это счастье? И если случится, то когда? Управляющая компания «Квартал», по словам пенсионера, не сообщает. Крыша – не единственная проблема этого двора и этого дома. С кровли свисает огромный снежный нарост, который вот-вот обрушится на голову прохожих. Мусорные контейнеры переполнены. А, почти что всегда. Это редко, когда бывает, что тут у нас порядок. Вот почему-то вчера не вывозили, и сегодня я иду, опять не вывезена. На первом этаже дома располагаются офисы. Можно предположить, что кто-то платит аренду. Сколько и куда идут эти деньги, жильцам неизвестно. Посмотрев двор во всех подробностях, мы отправляемся в управляющую компанию «Квартал». У нас сегодня много вопросов. Самого главного начальства на месте не оказалось. Идем к неглавному. Человек, который выйдет из машины, от вибрации, я не знаю, кто-то съедет ему на голову, может умереть просто-напросто. Вы как-то проверяете? Проверяем. И график по очистке у нас есть определенный. Стараемся своевременно произвести чистку крови от наледи. Но тут пока погодные условия нам не позволяли это делать. Было очень холодно, и при такой температуре рабочих поднимать на крышу мы не можем. Вот сейчас два дня оттепель, два дня работают две бригады на домах. В офисе мы получили поддержку в лице клиентов управляющей компании. Вы мне сказали, что уже чистят. Сейчас уже 12 часов. Пожалуйста, пройдите в пятый кабинет, Ольга Сергеевна. Ну, неправда. Девушка, вы не первый раз меня уже затапливаете, понимаете? Это дорого обходится, кстати, вашим предприятиям. Будьте добры, сегодня до вечера снег сбойте. Как сообщили нам в управляющей компании, 36-й дом по улице Ломоносова заявлено участие в федеральной программе капремонтов на 2011 год. Если этот план будет утвержден, крышу починят. Если нет, крыша будет снова течь. Мы работаем, заверили нас в домоуправлении. Крыши чистим, контейнеры вовремя очищаем, кровлю латаем. Только мусор почему-то лежит, сосульки висят, а крыши текут. При этом жильцы платят не за работу, за результат, которого нет. Очень дорогое, дорогие обои, потому что они крепкие.